А ты уже пишешь? Не пишешь? Пишу. Пишешь до сих пор? Да, конечно. Это вот я сейчас так крупно в таком плане, сейчас у тебя в камере? Интересно. Интересно. Артур! Увалитесь к дебилам! Друзья, ну а сейчас наша постоянная рубрика «В поисках здравого смысла». Мы, как всегда, выходим в парк и задаем вопросики. Вы знаете группу Серебро? Да. Ну, вроде не глупые. Ольга Серябкина, там есть такая солистка. Я сейчас вам зачитаю слова из ее песен, а вы мне подскажете, что она хотела сказать словами этих песен. Договорились. Давайте. Слышишь, это тепло не от моря. Я тебя не забыла, но ты не один. Она вроде его любила, но... Говорит о своей любимой девушке. Это девушка поет. Ну, значит, девушка поет о молодом человеке. Я тебя не забыла, ей было прикольно. И потом она вернулась к мужу. А почему она говорит, что ты не один? Потому что у нее много было там этих людей. Спасибо. И я проснусь от снов. Жаль, что я не спала. Тремала так. В полуденной жару. Наверное, она... Волстание изменило сознание. Я не знаю, по наркотикам. Возьми меня, я к тебе, а тебе, для тебя вся. Может, я зря. На что хотела сказать. Видать, она собирается в путешествие, она говорит, ну, возьми меня с собой. У тебя же два билета все-таки на Гоа. Почему я-то тут остаюсь, а ты поехал? Мне не надо слов. Я все поняла. Я заправила нашу простынь. В бытовой жизни что? Надо заправлять кровать, убирать ее иногда. Иногда даже стирать, наверное, все. Наша кроватка делала шейк-шейк. Я твое пианино, а ты мой настройщик. Ну, кровать, это как предмет. А шейк-шейк, это как глаголы? Это как действие. Ну, наверное, какая-то ультра-современная кроватка. Сейчас же есть умная мебель. Вот она вот шейк-шейк и делала для того, чтобы ей вот дремалось хорошо в полуденную жару. Мне скользко, как на льду, но хочешь, я уйду. Когда скользко, ну, всегда неприятно, когда скользко. Можешь поскользнуться, упасть. Ну, и как бы, вот человек предлагает уйти, чтобы не было никаких инцидентов. Не хочу я хотеть без тебя. Без тебя это невозможно. Ну, есть смысл определенный такой. Я думал, что здесь какая-то все-таки сексуальная подоплека была в этих словах. Легкая. Легкая, да. Вроде смысл, вроде не полусмысл такой. И я проснусь от снов, жаль, что я не спала. Шеф, босс, скажи, что? Это очень тяжело на самом деле. Оль, пожалуйста, объясни нам. Всем привет, я Настя Явлеева, и вы смотрите Агент-шоу. Конечно, я, как и многие девушки, люблю украшения. Ну, например, золотые цепи или кольца. Но сегодня все будет по-другому. Сегодня только серебро и только хардкор. Встречайте Ольга Серебкина! Ольга Серебкина! Более сенька. Какая ты миниатюрная, стройная, красивая. Все, как я не люблю, потому что, как всегда, чувствую себя неполноценно. Присаживайся. Аплодисменты, дорогие друзья. Это же практически прекрасная коллаборация прекрасных женщин. Я под твоей студией, ты чувствуешь? Да, я чувствую. Ты вообще яркая, красивая. У тебя потрясающие ботфорты, которые я тоже себе хотела приобрести. Ты знаешь, почему я их надела? Почему? Я вчера их купила, и мне сказали, их Настя тоже хотела. И я подумала, приду. А, то есть тебе сказали, что я их хотела, да? Слушай, ты со скидкой покупала или они тебе по оцене? У меня там 20. 20 процентов, да, у меня тоже 20. Ладно, надо просить больше. Ольга, ну помимо того, что ты роскошно выглядишь, я знаю, что у тебя произошли прекрасные новости. Если я не ошибаюсь, ты приобрела себе недвижимость, ты купила себе квартиру. Сама. 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 Знаешь, мне вообще нравится. Сама. Сама. Это круто, это круто. Ну и как вообще ощущение? Сколько комнат? Где? Это в Москве. Не новая Москва, а Москва. Москва. Десять минут от центра. Ты знаешь, я в какой-то момент поняла, что я вообще не умею тратить деньги. То есть все, что я зарабатывала, я сливала на просто на всякую чушь. Вот на сапожки, знаешь, на кофточку, там, я не знаю, ну вот что-то такое вот здесь и сейчас. Ну, короче, стандартная женская классическая вот эта вот история. Дело в том, что у меня никогда не было денег, у меня был один проезд в метро либо в одну сторону, либо в другую, когда училась на институте. Я думаю, пока я вот не разлюблю тратить, знаешь, не буду ни на что копить. И тут в какой-то момент поняла, что, блин, ну уже пора как-то. И что, и ты как, на сберкнижку, на карту, под подушку, куда отдавала там, не знаю. Ну, сначала, ты знаешь, сначала под подушку. Под подушку. Мне хотелось вот чувство спать, понимаешь, сладко. Ты прям реально складывала наличные. Ну, вот я вот так удержала, да, но потом поняла, что дома держать вообще не вариант, потому что все, что дома лежит, оно из дома уходит. И я поняла, что надо на сберкнижку. Ну, во-первых, я тебя еще раз с этим поздравляю, это классно. А сколько комнат? Трехкомнатная квартира. И что, ты там одна? Или у тебя, может быть, есть кот? Ты знаешь, нет, котов я в этой квартире решила не заводить. Не заводить. Эта квартира для меня. Все остальное где-нибудь в других местах. А все остальное, это что ты имеешь в виду? Животные, люди, парни. Ну, вот, кстати, если я затрону тему, например, парня, ты же славишься как девушка. Ну, как славишься. Числишься, базируешься, гуглишься. Одна из самых завидных невест. Никогда не было такого, чтобы тебя ловили с кем-то или приписывали какой-то супер долгосрочный роман. Ну, если там только с Егором Кридом вы в клипе снялись, понятно. Там сразу все автоматически приписывают. Твое сердце занято? Но у меня есть сейчас парень. Я пока не буду говорить, кто это. Есть парень. Есть. Есть парень. Наконец-то у меня есть парень. Когда парень есть, это классно. Слушай, это классно. Это реально очень классно, потому что у меня до этого, я долго ни с кем не встречалась. Потому что я не люблю встречаться, знаешь, чтобы просто занимать свое время. Ну, бывает такое, что, ну, чисто, знаешь, проводить время, чтобы было прикольно. У меня нет такого стилька. Мне больше нравится, когда это, типа, качественная тема. Качественная. Ты понимаешь, о чем я, да? Я? Безусловно, конечно. Ну, сейчас качественно? Да. Качественно. Дальновидно или так? Вот просто качественно, а там... Ну, понимаешь, ну, я не знаю, как ты, но я хочу, как бы, вот, далеко. Знаешь, есть женщина-спринтеры, а есть женщина-марафоновец. Марафон. Вот я люблю марафоны. Марафоны. Да. Можно долго запрягаться, вот это все, но, как бы, а потом... Ты мне нравишься. Да? Да. Независимый эксперт Сиаруси Максим Фадеев сказал о том, что Оля танцует уникально. Мы сегодня пошли и проверили, действительно ли это мнение верное. Здравствуйте, вы говорите по-русски? Как тебя зовут? Саша. Вот он, смело, уверенный в себе мужчина стоит. Привет. И потрахаемся. До свидания. Вы знаете, кто такая Ольга Серябкина? Моя одноклассница. Сможете повторить ее танцы? Да. Камон. Лет си. Окей. Я-я-я, it's good. And you have to repeat. Окей. Неповторимый, конечно. Это же Ольга Серябкина. Ну секса больше, но Оля же танцует сексуально. Спиной. Спиной. Так. И выходим с ручками вперед. Блин, слушайте, у вас было такое счастливое лицо. Спасибо. Дружище, давай петушка. 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 Спасибо. Вы молодец. Спасибо вам. Вы наш победитель. Правда? Да. Ого. Очень приятно. Спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо за возможность. Без проблем. Ты не хочешь. Вот. Спасибо. Вообще без проблем. Да. Очень приятно. Да, мне тоже. Что еще сказать? Все, наверное. Все, наверное, да. Спасибо. Наверное, хватит. Оля, ты неповторима. Чоколеть, чоколеть, чоколеть. Ой, ну это неповторима, это правда. А ты, вот как так? Ты мини-платье, ну, юбка, окей. Ты же понимаешь, это сцена, они же там все вот с камерами. Это моя проблема, я об этом забываю. Понимаешь, не вовремя. Да, это именно так. Это типа вот, чтобы потом сольник выйти, понимаешь, уверенно и знать точно, что его можно будет... Ну, как-то вот ты... Потом не было такого, что ты проснулась, обнаружила на утро, что все сняли там... Ну, у меня бывало такое, ну, понимаешь, я в этот момент забываю об этом. Потом я думаю, опять. Ну, вот прям ходишь, знаешь, в раш. Да, да, да. У вас так вообще... У меня вот это вот, обычно вот этого, знаешь. Ну, это говорит о том, что ты полностью отдаешься делу, входишь в кураж и получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. На этой потрясающей ноте ты достойно аплодиск. Ты сколько уже в группе «Серебро» находишься? С 2009-го, да? 12 лет. 12 лет. Ты не устала? Так нет. 12 лет, Оля. Оля, 12. Я вообще не люблю об этом вспоминать, что так долго... Ну, в смысле, мне нравится все помнить, но... Не любишь вспоминать, а то, что ты 12 лет отработала в коллективе «Серебро»? Это просто так много, но это реально вот один день, щелчок просто. Я вообще не поняла, как случилось так, что сегодня прошло кучу времени. Стали происходить ситуации, которые у меня каждый раз, знаешь, вот как знаки, типа, что-то пора менять, что-то пора менять. А я в этом смысле всегда чувствую, слышу как бы себя и не хочу быть, знаешь, как я хоть и обин, но не хочу быть бараном. Короче, я пришла к Максу и сказала ему, что Макс, я чувствую, что я готова, что я хочу и что я могу. Реально сейчас тот момент, когда я действительно решилась на то, что я ухожу, представляешь, из группы «Серебро». То есть мы доработаем до конца года, потому что сейчас у нас были планы, и мы сейчас все доведем до конца. И с Нового года я буду одна. Вот Молли, про которую ты говорила, собственно, это мой проект, просто он так называется, а не Оленька Серебкина. Оленька Серебкина, кстати, было бы классно. Группа «Серебро». Огромное количество перемен связано с этой группой в плане девочек. Мне очень нравится ваше творчество, но я думаю, многие заметили, как часто меняются солистки. Кто-то замуж выйти, кто-то попробовать себя сольно. Но мало у кого получилось. Если сейчас просто вспомнить имена, ну, вряд ли ты их вспомнишь вот сейчас гастролирующими там по стране, и супер, как бы, они какие-то узнаваемые. Кроме... Ты скажи первое. Да, ну, правда, это единственная солистка, экс-солистка группы «Серебро», у которой получилось, которую сейчас знают вне всего прочего. Как думаешь, в чем секрет ее успеха? Я никогда не анализировала и не анализирую. Я думаю, что она, ну, как и любой артист, старается что-то делать и делать это по ее мнению хорошо. Нет, ну, на самом деле, я делаю по своему, как бы, ощущению. Каждый делает по своему ощущению, и все стараются. Но ты же понимаешь, что, возможно, вас будут сравнивать, потому что она, там, какими-то трудами, силами... Вы были, в принципе, самые яркие девочки. Ну, не в обиду. Ну, так и есть. Нет, я... И все это понимают. То есть у нее получилось, она выстрелила. Так как ты, в принципе, ассоциируешься с группой «Серебро», как вот главная солистка, тебя сейчас очень будут, ну, скажем так, жестко сравнивать, анализировать. Не боишься ли ты этого сравнения? Вообще не боюсь. Или того, что, допустим, у тебя не получится вдруг? Дело в том, что я пишу свою музыку сама. Стихи, я, например, сейчас я делаю треки, которые я вообще, в принципе, полностью пишу. А тем никого покупают музыку? Я не знаю, но о том, что она пишет, пишет я никогда не знала. Ну, то есть я не очень в теме, что, каким процессом у них происходит. По поводу сравнения, ну, да, но и что? Ну, как бы это... Меня это никаким образом не будет не ставить в какую-то ситуацию. Окей, сравнивают. К примеру, если взять аналогию. Ты и Регина, ты же не делаешь шоу, потому что там где-то еще есть шоу. Ты не делаешь что-то, потому что у кого-то красишь шоу. В смысле? В смысле? В смысле. Я думала, на этом строится шоу-бизнес. Ну, ты понимаешь. Да, конечно. То есть это идет в параллель, это никаким образом не соприкасается. Поэтому я в этом смысле абсолютно уверена в себе. Но я надеюсь, что будет в кайф, потому что... Но мои песни классные. Ну, я согласна. Мы тебя всячески поддержим. Слушай, ну теперь получается вакантное местечко-то освобождается. А ты умеешь петь? Я честно говорю, что нет. Кстати, я помню историю. Был кастинг в группу Серебро. Не помню, кто тогда пришел. По-моему, вот это Катя. Катя, Катя, Кищук. Так. И я однажды словила себя на мысли в том этапе, что, а может быть, мне попробовать? То есть, типа, там же, наверное, не обязательно уметь петь. Просто открываешь рот, Серебкина вытянет. Там, да, я просто сиськами потрясу. Но что-то меня вовремя остановило, и я не стала подавать заявку. А, представляешь, я была на грани того, чтобы вот это сделать. Да вот ты могла бы сейчас вот, понимаешь, я не сделала... И испортить себе жизнь, Оля, понимаешь? А кто знает, понимаешь, кто знает? Может, наоборот наладила бы еще лучше. Сейчас ты угадаешь свои песни. Или не угадаешь. Я буду произносить какие-то фразы или слова. Ну и, соответственно, ты должна будешь угадать, из какой это твоей же музыкальной композиции. Но мой рот будет забит. Если вы думаете, что это жареные пельмени, вы ошибаетесь. Потому что это дампл с ициберской коллекцией. Два вида начинки в тонком, экстра-хрустящем тесте. Настоящая мясная и нежнейший картофель с беконом. Всего две минуты в микроволновке, и супер-перекус готов. Забью свой рот реквизитом. Вкусняшками. Ты их потом проглотишь? Как всегда, конечно. Зава, чтобы она одну эту, я тут полнула. Если что, я тебя спасу. Я умею вот это вот... Одно слово. Я готова. Ты уже спела? Нет. Одно слово. Давай еще. Сломано. Сломано. Слово. Я поближе, ладно? Хочу рассматривать. Это одно слово? Давай держаться за руку. Да. Мне просто очень нравится твой рот, если честно. Я просто представляю, что если бы там были... Это было всегда так. Мне мало тебя? Да. Не надо. Не надо больнее. Не надо больнее. Скажи, не молчи. Это все? Да. Мне очень понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это было одно шоу. Не пропускайте, пожалуйста, следующие выпуски. Это была великолепная Ольга Серябкина. Практически сольная исполнительница. Спасибо тебе огромное. Хочешь больным танцем ночью? Никогда! Да, Оля! И тебе тоже не советую. Давай, ты будешь петь, а я буду снимать. Всем спасибо, это было круто. Аплодисменты! Спасибо большое. Ой, да, морожен. Ну, все, срякло. А ты уверен, что тебе нужен парень? Я приехала к Настюшке Ивлеевой. Жду подставы с ее стороны, но мне кажется, что это будет прикольно. Я готова. Умоляю, не базуй меня. А что ты знаешь о Настюшке Ивлеевой? Она очень веселая девчонка. Она видела много стран, то она любит куни-лингус. Мне нравится все, что делает Настя, поэтому я сейчас ready. Что бухать будешь? Красная, белая. Я с тобой в космосе, я тебя так ждала. Не отпускай меня, чтобы я не ушла. Ты в космосе, я тебя так ждала. Блин, ну я, конечно, потерпела это время, просто съемка назначилась, и я не могла ее отменить. Просто думала, что она нормальная. Я смотрела на шоу, на шоу, она выглядит очень классной. В жизни приходишь, и ты чувствуешь такой неприятный вайб. Я в шоке. Все рассчитано на то, чтобы унизить гостей. А теперь врываемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!